Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новость «Анапа-регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Аэропорт «Анапа» лучший. За свою работу коллектив предприятия получил премию «Воздушные ворота России». На любой вкус ярмарка вакансий приглашает школьников выбрать свою будущую профессию. И опасна, и трудна. Инспекторы транспортной полиции отмечают свой профессиональный праздник. А сейчас обо всем подробнее. Аэропорт города-курорта «Анапа» получил первую национальную премию «Воздушные ворота России», сообщает пресс-служба компании «Базал Аэро». За работу в прошлом году награды получили все краснодарские аэропорты. Международный аэропорт «Анапа» удостоен звания лучшего регионального аэропорта России с пассажиропотоком до 2 миллионов человек в год. Здесь было открыто 13 новых внутрироссийских направлений. Международный аэропорт работает с 30 авиакомпаниями, выполняющими полеты по 45 направлениям. В планах коллектива строительство нового аэровокзального комплекса и открытие других направлений. В настоящее время ведется работа по организации расписания полетов в курортный сезон 2015 года. Достигнуты договоренности об открытии новых авиарейсов в Иркутск, Новокузнецк и Чебоксары. Откроются регулярные рейсы в Ереван. Аэропорт «Анапа» сделал очень сильный рывок в плане того, что в первую очередь была выполнена реконструкция взлетно-посадочной полосы и всей инфраструктуры аэродрома, что позволило нам принимать воздушные суда иностранного производства, которым в основном сейчас оснащены российские компании. И это позволило нам расширить спектр услуг для авиакомпаний и привлечь всю новую авиакомпанию на нашей линии. Результатом этой всей работы именно этот год прошел у нас прорывным. Своеобразную ревизию всех самовольно возведенных строений и замаскированных по ДЖС гостевых домов поручил провести глава «Анапа» Сергей Сергеев. Ресурсоснабжающие организации должны ответить, на каком основании самострою подключают к энерго- и водоснабжению, а гостиница потребляет в несколько раз больше ресурсов, чем им отведено нормой. Объективно проблема самостроев в «Анапе» сегодня стоит не так остро, как еще три года назад. Большинство из них понимает, вести подпольную стройку себе дороже. Штрафы, судебные разбирательства, угроза сноса – все это реальность для нарушителей. Но, к сожалению, полностью исключить самоволку в строительстве пока не удалось, подчеркнул на общегородской планерке Сергеев. В самострой сменили прописку, переехав на территорию дачных кооперативов и в некоторые сельские округа – субсех СУКО Витязева. Доложи, какую работу вы провели. Получены технические условия. Запрашивайте. Там, как правило, будет запрашиваться на ИЖС, а там семиэтажный домик стоит. Дальше. Сколько емкость сегодня? Сколько киловатт подается электроэнергия? Вот. И вопрос, почему? Самовольно подключил, либо еще как-то. И мы потихоньку-потихоньку будем снижать напряжение. Есть факты и таковых достаточно, когда земельные участки используются не по назначению. Разрешение дано на индивидуальное жилищное строительство, а на деле возводят многоэтажную гостиницу. Потребление электричества, воды и газа увеличивается в разы. А вот в налоговых поступлениях местный бюджет, напротив, теряет. Безуссетия, потери бюджета составляют за год 461 тысячу. Дорогие друзья, а как же мы собираемся в детские сады, увеличивать количество, делать благоустройство, дорожки, освещать наши населения? И вот еще один конкретный адрес возведенного дома без документов в городе-курорте. Почти два года длятся судебное разбирательство по делу о сносе незаконного строения на углу улиц Азовской и Лермонтова. И в этом незаконном строении уже обустраиваются жильцы. В подъезде мусор, трансформатор гудит на весь дом. Новоиспеченные жители самостроя от комментариев отказались. Вопрос о том, знают ли они, что проживают в незаконном строении, жильцов не смутил. Я не буду комментарий давать. Я ничего не знаю. И самоплеваю. Все выводы? Даже признание права собственности на объект по суду не гарантирует подключение воды, газа и света. Ресурсоснабжающие предприятия могут отключить коммуникации в самострое. Газоснабжения в доме нет. Отапливаются квартиры обогревателями, а электрический кабель протянут по веткам деревьев. При первой же аварии жильцы вряд ли скажут, что у них все по-прежнему нормально. Администрации в апреле 2013 года было подано исковое заявление о сносе незаконного строения. Решением суда в августе 2013 года в иске о сносе было отказано. В октябре того же года апелляционным определением данное решение оставлено без изменений. В апреле 2014 года администрации подана кассационная жалоба и надзорная жалоба в Верховный суд Российской Федерации. В мае 2014 года Верховным судом Российской Федерации в пересмотре решение отказано. Администрация будет добиваться демонтажа незаконно построенного дома. Жители и гости курорта, покупая жилье в Анапе и сельских округах, могут обезопасить себя от обмана. Необходимо ознакомиться с документацией объекта. Список самостроев опубликован на официальном сайте администрации. С ним также можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градостроительства. В «Ибери будущее сегодня» под таким названием в Центре культуры Родина прошла ярмарка учебных мест. В режиме открытого диалога выпускники школ могли узнать о плюсах и минусах того или иного учебного заведения. Какую профессию выбрать и в какое учебное заведение поступать? Именно на эти вопросы пришли искать ответы более 500 молодых анапчан. А выбирать было из чего? В ярмарке приняли участие 19 учебных заведений края. Не каждый может приехать в Центр занятости и пройти компьютерную диагностику. Здесь можно пройти непосредственно на самом мероприятии, получить результаты, узнать, какая специальность наиболее подходящая. После результатов можно сразу подойти и пообщаться с тем учебным заведением, которое интересно. Абитуриенты внимательно рассматривают стенды и красочные буклеты. Ведь для выпускников школ стоит главный вопрос, куда пойти учиться при таком многообразии учебных заведений и специальностей. Никита Кудряшов сделал свой выбор давно, мечтает стать военным. На ярмарку пришел узнать об условиях поступления. Я хочу поступить в Институт береговой охраны, так как у меня папа был военным, я тоже хочу пойти по его стопам. Мне сказали, что чтобы поступить туда, нужно хорошо знать английский, потому что это береговая охрана. Потом физическая культура должна быть тоже хорошей. Один из главных плюсов – это возможность напрямую пообщаться с преподавателями и студентами. Для старшеклассников вопрос выбора вуза или колледжа в это время как нельзя актуален. А эти люди уже выбрали профессию. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники транспортной полиции. Об их нелегких буднях в нашем сюжете. Пока поезда стоят, нужно проверить каждый закоулок вагона, чтобы не было забытых вещей и подозрительных предметов. Обеспечивает безопасность пассажиров их ежедневная забота. Каждый сотрудник транспортной полиции должен иметь представление о технических характеристиках поезда, знать габариты и укромные уголки, где потенциально могут быть спрятаны запрещенные предметы. Здание ЖД вокзала под присмотром. Ведется видеонаблюдение на платформах. Сотрудники транспортной полиции проверяют документы подозрительных граждан. Специальный кейс КПМ за считанные секунды скажет, находится ли в федеральном розыске гражданин. У нас специфика определенная. Если что-то случится, нам надо делать это очень-очень быстро. Потому что поезд уедет, самолет улетит, пароход, грубо говоря, уплывет. Поэтому, если что-то происходит, мы не можем ждать эти рядни минуты. В зимнее время затишье, а вот летом приходится торопиться. Ежедневно ведется проверка до 50 поездов и 70 самолетов. Задача сотрудников полиции – это сопровождение в поездах, особенно это детские перевозки, чтобы не случилось, не дай бог, что с детишками. Охрана общественного порядка, граждан, то есть граждане наши едут нередко. Сами знаете, в поездах бывают компании и так далее. У кого что пропадет, и тогда уже разбираемся. Также административная практика – это нарушения, в том числе и антитабачного законодательства. Тем более, введены уже санкции за курение. И на перронах нельзя, и так далее. Специальные подразделения работают на территории железнодорожного вокзала, аэропорта и морского порта в Анапе. Линейный отдел МВД России по транспорту 7 лет возглавляет Сергей Демалазов. Результат слаженной работы – ни одного факта детского травматизма. И 7 лет бессменно именно анапский отдел лучший в Краснодарском крае. Служба опасна, трудна и не видна на первый взгляд. Но в работе транспортной полиции мелочей не бывает. За каждой мелочью – человеческая жизнь. В Анапе на главные праздничные гуляния, посвященные проводам зимы под названием «Широкая Масленица», приглашают всех жителей и гостей 22 февраля. На театральной площади с 10 часов утра намечена бойкая ярмарка сельхозпродукции, продукции пчеловодства, продовольственных товаров и кондитерских изделий. В 11 начнется развлекательная программа с участием творческих коллективов города, спортивные состязания и конкурсы. Сейчас полным ходом идет подготовка к 70-летию Победы. По словам главы, анапчанам необходимо активнее участвовать во всех мероприятиях, организованных отделом культуры. Они всегда проходят на высоком уровне. Те мероприятия, которые у нас организовывают и проводит культура, они, как правило, проводятся в выходные праздничные дни, в неурочное время. Сюда надо привлекать как можно больше населения, как можно больше пиарить эти мероприятия. Они должны быть интересными. Самое главное. И в продолжение темы. Красив строю, силен в бою. В гимназееврика прошел смотр строя и песни. Посвящается он 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Даже малыши не путают, в какую сторону повернуть. Команды выполняются беспрекословно. Опытный взгляд ветерана Великой Отечественной войны, капитана первого ранга Анатолия Шилова, не упустит ни одной ошибки. Он подсказывает школьникам, как должен солдат вести себя в строю. Смотр открыли самые юные армейцы, первоклассники. Смирно! Направо! Первый класс готовился к конкурсу долго и старательно. Ребята оставались после уроков, разучивали строевые приемы. В команде ритм задавал Иван Скляров. Он еще учится в первом классе. Признается, мечта у него летчиком стать. А пока он разучивает строевые песни и подробно изучает особенности строевой подготовки. Мне больше всего запомнилось и понравилось, как мы замаршировали с песней. А в армию хочет по одной простой причине. Хочу, чтобы в нашей армии русской было больше солдатов. В строю важно все. Уровень физической подготовки, подтянутость и внимание. А военная строевая песня дает ритм шагу и задор. Все это воспитывает дух патриотизма в детях. Вызывает в них желание стать героем своей страны. Каждый юноша является потенциальным защитником Отечества. Конечно, уже с малых лет ему надо пребывать, чтобы у него были понятия, что такое строй, что такое дисциплина строя, как вести себя в строю. Лучше всех показали себя юные патриоты из шестого класса. Я думаю, что это должно проходить в каждых школах, потому что мы должны помнить про войну, что это очень опасно и такого не должно повториться. Шестой год подряд этот класс представляет свою гимназию на общегородском смотре строя и песни. Участие в нем примут 16 отрядов. И это все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды на завтра. Здравствуйте, уважаемые телезрители, в студии Наталья Змозгова. Анапу замело снегом. Сколько радости у ребятни. Можно покататься на самках, поиграть в снежки. Однако в четверг, 19 февраля, уже потеплеет. Будет ясно и солнечно. Солнышко прогреет воздух до 0 градусов днем. И такой редкий в городе-курорте снег снова растает. Успейте насладиться выдавшимся днем настоящей зимы. Спонсор прогноза погоды – офтальмологическая клиника Тризе. Профессионалы помогут сделать вам комплексную диагностику зрения на самом современном оборудовании. И не забывайте залог отличного здоровья, хорошее настроение и бодрость духа. Считаете, что раньше вы видели лучшее? Самое время посетить врача-офтальмолога. Комплексная диагностика в офтальмологической клинике Тризе. Мы расскажем все о вашем зрении. Запишитесь на диагностику в анапском подразделении Тризе по телефону 30 310 Крымска 242. Тризе. 12 лет. Мы заботимся о ваших глазах. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова